Всем привет! В этом видео мы научимся самостоятельно создавать классические QR-коды в Google Таблицах без применения каких-либо сторонних ресурсов. Очень просто и быстро. Кроме того, в качестве бонуса в конце видео я вам расскажу, как можно также бесплатно и даже еще проще не в Google Таблицах создавать вот такие кастомизируемые QR-коды. Итак, давайте приступим. В рамках плейлиста о современном сборе данных в формате онлайн мы подготовили вот эту ссылку. Перейдя по ней, пользователь попадает на страницу для прохождения опроса. Давайте создадим для этой ссылки QR-код прямиком в Google Таблицах. Для этого я перехожу в Google Диск, затем зайду, например, вот в эту папку и в ней создам новую таблицу Google. Сразу эту таблицу переименую. Окей, теперь внесу, например, в ячейку C2 требуемую нам ссылку. В соседней же ячейке D2 мы будем выводить QR-код. Сделаем мы это при помощи специальной функции Image. Выбираем ячейку, вносим знак равно и прописываем название функции. Как нам вот здесь подсказывает Google, эта функция позволяет с помощью ссылки ввести в указанную ячейку картинку. Приведем наглядный пример, чтобы лучше понимать, как работает эта функция. Вот в качестве примера в Википедии в статье о Google Таблицах есть вот такая картинка логотипа. Открою ее. Теперь щелкаю по этой картинке правой кнопкой мышки и выбираю пункт «Копировать URL картинки». Ссылка скопирована. Возвращаемся к нашей функции. Открываем скобки. Открываем кавычки. И в качестве первого аргумента функции вставляем только что скопированную ссылку. Закрываем кавычки. Закрываем скобки. И подтверждаем вот нажатием на Enter. В результате в ячейку, в соответствии с размерами этой ячейки, вставляется указанная по ссылке картинка. Вот, сделаю ячейку побольше и плюс поменяю в ячейке настройку выравнивания на выравнивание по центру. Ну и также для красоты выровняем размещение ссылки в ячейке C2. Получается вот так легко с помощью функции Image мы научились вставлять картинки в ячейки Google Таблиц. Соответственно, по логике мы теперь можем точно по такому же принципу указать ссылку на картинку с нашим QR-кодом. И эта картинка точно так же вставится в ячейку. Проблема здесь, однако, заключается в том, что сама картинка нашего QR-кода еще даже и не существует. Соответственно, нам нужно ее сейчас как-то создать. И сделаем мы это с помощью бесплатного API от Google QR Codes. API – это, можно сказать, такие уже подготовленные отдельные онлайн-программы, которые можно запускать с помощью небольших запросов. И по такому же принципу, собственно, работает и рассматриваемый гугловский API для создания QR-кодов. В конце концов, чтобы получить требуемый QR-код, все, что мы должны сделать, это указать нужный нам API. Вот его ссылка. А после, с помощью параметров, мы должны сказать, что нам, во-первых, нужен QR-код. Затем мы должны сказать, что нужно закодировать в картинке. Ну и в конце концов, мы говорим, какого размера нам требуется возвращаемая картинка. Вот такое небольшое объяснение, как работает API. И давайте, собственно, уже создадим QR-код для нашей ссылки на практике. Так будет намного проще понять, как вот это все работает. Итак, возвращаемся в таблицу Google. Я захожу в формулу этой картинки и будем ее поправлять. Логотип мы вставляли лишь для примера, чтобы увидеть, как работает функция Image. Так что удалю эту ссылку. И теперь, как и было сказано, нам нужен QR-код. Создавать мы его будем с помощью API, так что вставляем точно так же в кавычках ссылку нужной нам программы API. Отлично. Идем дальше. Этот API умеет создавать не только QR-коды, но и самые разнообразные графики. Так что следующим шагом мы должны сказать, что нам вот это все не нужно. Нам нужен именно QR-код. Делается это с помощью параметра CHT. Так что пишу CHT, ставлю знак равно и прописываю QR. Окей. Теперь нам нужно указать размер получаемой картинки. Это делается с помощью параметра CHS. Пишу CHS равно 500 x 500. То есть 500 пикселей в ширину, 500 пикселей в высоту. Супер. Все. Мы почти написали функцию. Последнее, что нам нужно указать, это собственно информация, которую мы хотим закодировать в картинке. При этом на самом деле кодировать можно не только ссылки, а вообще любые буквенно-цифровые комбинации. Смотрите. Пишу CHL. В этом параметре указывается кодируемое сообщение. Ставлю знак равно. И напишу, например, вот такое сообщение. Символом плюса кодируется пробел. Ввожу закрывающую кавычку. И собственно все. Мы прописали всю информацию, требуемую для API. Так что я нажатием на Enter подтверждаю ввод формулы. Проходит доля секунды, и на выходе мы получаем готовый QR-код. Давайте я возьму свой телефон, открываю камеру и навожу ее на созданную и выведенную картинку. Немного жду. И вот телефон распознал QR-код. Могу нажать по выскочившему окошку, и у меня в заметках открывается уже раскодированное сообщение. Как раз то, что мы и писали. Просто супер. И естественно, вот этот обычный текст мы теперь можем заменить нужной нам ссылкой. При этом ссылку прописывать вручную я, конечно, не буду, а воспользуюсь возможностями формул. Удаляю указанный здесь текст. Вот так оставив лишь указание параметра CHL и символ равно. После этого ставлю курсор за закрывающий символ кавычек. Вношу символ AND. И теперь просто ссылаюсь на ячейку C2, щелкнув по ней. У нас там же внесена реально нужная нам ссылка. Все. Нажимаю Enter. QR-код сразу обновился. И вот мы, собственно, все и сделали. Если я теперь наведу камеру смартфона на этот код, то в итоге мы переходим на страницу для прохождения опроса. Идеально. Вот мы с вами и разобрались, как в гугл таблицах можно быстро и легко создавать QR-коды не только для ссылок, но и в принципе для кодировки обычных сообщений. При этом, чтобы вам не приходилось вот эту всю формулу прописывать вручную, я закрепил ее текст в первом комментарии под видео. Так что вы можете просто скопировать текст формулы, вставить его в нужную вам ячейку, и останется лишь поправить вот эту ссылку с ячейки C2, где в моем случае находится кодируемая ссылка, на любую другую ячейку в вашем рабочем листе. И, конечно, поскольку это теперь самая обычная формула, мы можем ее легко протягивать. То есть вот добавлю в качестве примера ссылки на два плейлиста на канале. Первая ссылка – это плейлист о современном сборе данных, а вторая ссылка – это плейлист по сводным таблицам. Протягиваю формулу, для этого дважды щелкаю левой кнопкой мышки вот сюда, и все готово. Для всех этих ссылок у нас были моментально вставлены QR-коды. Отлично, теперь вы умеете создавать в Google таблицах QR-коды. При этом я сказал, что также покажу, как можно создавать вот такие кастомизируемые варианты QR-кодов. Для этого можно воспользоваться сторонними ресурсами. Например, мне показался неплохим вот этот сайт. Это никакая не реклама, просто показываю, что бывают и такие варианты. Здесь все даже еще проще. Вставляем свою ссылку, настраиваем цвета, можно вставить даже логотипы. Я ввел ссылку на мой канал, так что вставлю логотип Ютуба. Ну и в конце можно настроить детали картинки. Сделаю что-нибудь вот такое. Возвращаемся вверх страницы, нажимаем на кнопку создания QR-кода, и его можно сразу скачать. Выводится вот такая реклама, нужно немного подождать, написано вот здесь, и в результате у нас начинается загрузка готовой картинки QR-кода. Вот она. У представленного сайта, кстати, есть также свой API, но он платный, в то же время как гугловский вариант абсолютно бесплатен. Что ж, вот такой видеоурок на сегодня. Надеюсь, он вам понравился. Если это так, то подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы всегда знать о выходе новых видео. Ну и мы с вами увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok